Деревня Тавель от Нижнекамска ее отделяет 75 километров и почти полтора часа езды. Это расстояние мы преодолели по просьбе жителей деревни. Они беспокоятся за маленьких девочек, проживающих в этом доме. Дело в том, что, по словам соседей, их мать сильно пьет, а дети, похоже на Маугли, холодные и голодные. Полчаса мы бьемся в закрытую дверь, но ее так никто не открывает. Хотя люди, живущие в соседних домах, утверждают, что семья дома просто не открывает дверь и никого не пускает. Год назад у Надежды уже забирали детей за пьянство. Тогда женщина клятвенно пообещала, пить она бросит и устроится на работу. Девочек вернули, а мать закодировалась и работала дояркой. Но хватило ее, судя по всему, ненадолго. Бьет она. Они оба уж пьют. Не работают. А, там еще кто-то есть, да? С кем-то же? Сожитель, сожитель. А дети? Дети, что, и в школу вроде не ходят уже. Эти слова подтверждают 90% жителей деревни, включая участкового. Сказать это на камеру, правда, не захотели. А вот сама Надежда, решившаяся все же с нами поговорить, уверяет, соседи на нее просто наговаривают. Про других не говорят, пьянствуют, вон, лежат. По неделю, по месяцу не говорят, а до нас докопались вот. Я пока уволилась, сам сейчас выйдет на работу, потому что я детей не могу смотреть. Утром уезжаю, полчетвертого в 9-10 приезжаем. Надежда согласилась даже пустить нас внутрь, чтобы все увидели, как они живут. Дома тепло, есть газ, еда, телевизор, домашние животные. Дети играют с игрушками и рисуют, правда, неразговорчивые. Света, скажи, пожалуйста, ты в школу ходишь или нет еще? А чем ты дома занимаешься целый день? Что ты делаешь? Телевизор смотришь, играешь. По словам соседей, старшая девочка, третьеклассница Аня, только недавно научилась читать, а второкласска Даша говорит. Две другие девочки вообще не разговаривают. Все из-за того, что не ходят в школу. Мы связались с педагогами. Они, в свою очередь, уверяют, если девочки и не посещают учебные заведения, то по уважительным причинам. Ефима, вот они же их тогда, в 15-16 учебном году, по-моему, это тоже, как по телевидению показывали. Сейчас уж у них дома нормально, порядок. То есть исправилась мама, да? Да, да, да. Надежда говорит, ее девочки хоть и не отличницы, но учатся неплохо. Читать, считать и уж тем более разговаривать умеют. Она намного лучше себя начала вести. Ну, не знаю, может быть. Мы не замечали, участковый, конечно, часто бывает. Со школы комиссии приезжают регулярно классные руководители. Если что нет в школе, то обязательно классные руководители об этом же должны узнать, обязаны. Поэтому они посещают и узнают, какое у них состояние. Они все равно все время находятся под контролем. Как-никак, и социальные работники изредка пройдут, посмотрят. Но все-таки это та категория людей, которых без внимания нельзя оставлять. Сейчас эта семья находится под особым контролем. Если мама снова начнет пить, и девочки останутся без присмотра, их заберут из семьи. Эльвир Суфиуллин, Рафаэль Ракипов. Новости НТР.